Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Баккор. Сегодня я расскажу вам, как подготовить и импортировать вашу иллюстрацию из Adobe Illustrator в Adobe After Effects. Ну что, начнем? В качестве примера я подготовила такой логотип, где у нас есть задний фон, декоративный элемент в виде мазка кистью, тени, хайлайты и наш логотип. Как ты можешь видеть, все наши элементы находятся под самым верхним слоем 1. Чтобы было удобно работать с нашим логотипом в After Effects, необходимо разделить каждую составляющую в свой отдельный слой. Для чего нам это нужно? After Effects в виде только главные слои. Поэтому если у нас все останется под слоем 1, самым верхним, то After Effects так и будет его видеть как единую композицию. И мы уже не сможем раздельно поработать с каждым из элементов, если нам, допустим, это нужно. Сделать это можно очень быстро. Выделяем наш логотип, идем в меню слоев и выбираем Release to Layers Sequence. Как ты можешь видеть, все наши компоненты распределились каждый в свой слой. Но они все еще находятся под самым верхним слоем 1. Поэтому обычным Drag & Drop переносим все наши слои выше первого. При этом первый слой нам больше не нужен, можем его удалить. Обязательно сохраняем наш логотип и можем переходить в After Effects. Так, отлично. В After Effects, чтобы добавить нашу композицию, наш логотип, идем в File, Import File. Выбираем наш файл, который мы только что создали в Illustrator. И обязательно в этом окошке Import As выбираем Composition Retail Layer Sizes. Иначе After Effects не будет разбирать наш логотип по слоям. Нажимаем Import. Супер! Вы можете видеть, у нас появилась композиция. С такими же параметрами, какие у нас были в Adobe Illustrator. Она создается автоматически. И добавляются Example Layers, те, которые у нас были внутри нашей композиции. Двойной клик на нее. И она у нас добавляется. Мы можем ее уже увидеть. Теперь мы можем оставить все как есть и работать непосредственно со слоями. На них также можно добавлять любые эффекты. Они работают как обычные Solid Layer. Я могу вам продемонстрировать. Например, на Layer 5 он у нас отвечает за декоративный элемент. Мазок кистью. Добавляем на него эффект Glow. Так, вот он наш эффектик. Добавляем его. Так, отлично. Немного поизменяем здесь значение, чтобы наиболее наглядно продемонстрировать. Не знаю, видно вам или нет. Я вот уже четко вижу, что сияние добавилось. И продублируем его, чтобы лучше было видно. Отображаем эффект. Отлично. Теперь вы отчетливо можете видеть, что эффекты добавляются. Все работает прекрасно. Но есть один небольшой нюанс. Так, уберем пока эти эффекты. Они нам не нужны больше. Если вы меняете вашу логотип или вашу композицию в Adobe Illustrator, она у вас автоматически изменится и в After Effects. Это потому, что мы добавляем не конечный результат, а ссылку на наш документ. Покажу на примере. Возвращаемся в Adobe Illustrator. Меняем основной цвет нашего логотипа. Ну, скажем, на бирюзовый. Отлично. Сохраняем. Снова возвращаемся в Adobe After Effects. И вы можете видеть, как в реальном времени основной цвет нашей композиции изменился. Если нам это не нужно, и мы хотим отдельно работать с этими двумя файлами, из каждого слоя, который у нас есть сейчас, мы должны создать просто Shape Layer. Сделать это очень просто. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою. Идем в Create. Create shapes from vector layer. Как вы можете видеть, создается шейповый слой, а наш векторный из Adobe Illustrator автонатически становится невидимым. Вы можете это сделать по одному, как вам будет удобно, либо все сразу. Выделяем, например, все оставшиеся слои. Опять Create. Create shape layers. Наша композиция полностью переведена в шейповые слои Adobe After Effects. Вы также можете с ними работать, как с обычными шейпами. Удаляем иллюстраторские файлы. Все. Супер. При этом, если мы будем теперь менять нашу иллюстрацию на шейповых слоях, это никак не отразится. Снова для примера возвращаемся в Adobe Illustrator. Меняем основной цвет нашего логотипа. Сохраняем. И возвращаемся в After Effects. Как вы можете видеть, шейповые слои свой цвет не изменили. При этом, если мы снова добавим слои иллюстратора в нашу композицию, мы увидим, что цвет снова изменился. При этом, в файле Adobe After Effects в шейповых слоях все осталось прежним. Я надеюсь, данное видео было вам полезным. Если да, обязательно поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Если остались какие-то вопросы, обязательно напиши в комментариях. Буду все читать, постараюсь всем ответить. Ну, а я увижусь с вами уже в следующем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok